Цезарь, заместитель командира Легиона Свободы России по военно-гражданскому сотрудничеству к нам присоединяется. Приветствуем вас в эфире. Добрый вечер. Честь имею. Сразу прошу прощения за возможные издержки со связью. Обстановка полевая. Мы все прекрасно понимаем. Вот о полевой обстановке. Расскажите, пожалуйста, где сейчас находится ваше подразделение. Знаем, что в Волчанске, если правильно вас поняли ранее. Какая там ситуация? Ситуация стабилизируется. Первоначальный натиск противника угасает. Он несет очень большие потери. В этом районе уже несколько суток работают наши подразделения вместе с другими российскими добровольческими подразделениями. Наносят противнику огневое поражение, удерживают наши позиции. За последние пару суток противнику единственное, что удалось слегка продвинуться западнее Волчанска, но это незначительно. Сегодня наша авиация наносит противника в большое количество его личной силы и запасы боеприпасов. Я думаю, я надеюсь и уверен в том, что со временем наша авиация завоюет господство в воздухе, выбьет стервятников с неба. И тогда дела у российской армии пойдут совсем плохо, потому что все успехи в последние полгода их на фронте базировались на массированном применении авиации, зачастую не считаясь с потерями. Расскажите о том, кого Российская Федерация бросила на этот участок, уже новый участок фронта. Почему я спрашиваю? Потому что мы все удивлялись в начале полномасштабного вторжения тому, какое огромное количество представителей Бурятской республики непосредственно с территории Беларуси вторглась на территорию Украины. И поражались тому, что, во-первых, где Бурятия, где Украина, и что украинцы сделали бурятам. В принципе, да и россиянам ничего не сделали. Кто воюет на этом направлении? Есть ли там представители национальных республик? По моей информации, в результате авиационного удара были выведены из строя десятки кадыровцев. То есть это такие не настоящие чеченцы, а рабы Путина, которые живут не по своим законам, не по федеральным законам, а живут по законам султана Кадырова, которому на кормление отдана Чечня. Но надо понимать, что Кадыров сильно разбавляет свои подразделения. Как правило, у него на одного этнического чеченца приходится примерно десяток военнослужащих из других регионов. Кадыров таким образом за счет трупов своих, скажем так, соплеменников и за счет трупов других россиян делает себе политическое ренома. Мы прекрасно знаем, что армия на политике воинских регионах – это тотальная практика путинской России. Когда вместо того, чтобы развивать местную инфраструктуру, регионы вымаривались просто и создавались условия для того, чтобы нищие люди шли служить по контракту. А с началом полномасштабной агрессии активно вербовались в различные подразделения в погоне за длинным рублем. Это, конечно, общероссийская практика. И мы знаем, что есть целые регионы, в которых очень большой процент населения был отправлен на убой, либо пошел добровольно. Вот как раз-таки о Бурятии той же самой можно так сказать, что очень многие из них туда отправились. А в связи с тем, что путинская система ценностей 25 лет разлагала народы России, их расчеловечивала, вы видели примеры того, какие зверские преступления воинские творили эти подразделения. Какую тактику использует российская армия на Харьковском участке фронта? Мясные штурмы, заград, отряды? Есть ли все это? Видели ли вы все это? Все это присутствует. Это обычная практика для современных российских вооруженных сил. Мотивация у противника постепенно снижается. Мы видим, что Путин уже для раскрутки своего нацистского и уропатриотического психоза не брезгует и терактами, как в Крокусе. И, кстати, недавний прилет в Белгороде – это как, возможно, и нештатный сход боеприпаса, либо самолета, либо попадание ракеты ИС-300, так и, возможно, вариант рязанского сахара в новой версии. Для того, чтобы простимулировать тех глупых россиян, которые верят в путинской пропаганде, для того, чтобы указать в качестве инициатора или врага Украину и заставить их завербоваться на войну. Поэтому не исключено, что Путин еще предпримет в российском обществе. Естественно, практикуются заградотряды. Достаточно широко применяются уже и психотропные препараты. Я общался с бойцами-смежниками из разных подразделений. Они рассказывали о заряженной водичке, о медиках, которые колют непонятные вещи, после чего бойцы МОРФ в танце, раздеваясь на ходу, приближаются к нашим позициям. Имеет место быть это... Заряженная водичка, это что вы имеете в виду? Ну, дают такую воду, это известно и ранее было из показаний тех, кто проходил подготовку в Шторм-Зет и у Вагнеров, что им добавляют в воду некоторые психотропные препараты, благодаря которым они не чувствуют ни усталости, ни страха, ни боли. То есть препараты, которые деформируют их сознание, лишают их нормальных человеческих инстинктов. Российские добровольцы 12 мая записали видеообращение солдатам вооруженных сил Российской Федерации. Их призывают сдаваться, не умирать за амбиции Кремля. Давайте посмотрим. Обращаемся к российским военнослужащим, которые принимают участие в этой бессмысленной бойне. За эти несколько дней вы сами успели убедиться в том, что ваше командование использует вас как пушечное мясо. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границы Украины за больные амбиции старого маразматика. Легион даже организовал специальную программу по безопасной сдаче в плен или перехода в добровольцев. Путь чести она называется. Это программа, которая позволяет военнослужащим Российской Федерации сдаться в плен и находиться в плену согласно всех женевских конвенций, будучи обеспеченными едой, медикаментами и комфортными условиями содержания. И человек может, не поступая своей совестью, в плену и, соответственно, не участвовать в убийстве украинцев. И если человек принимает решение по этой программе присоединиться к нам, то мы примем его в свои ряды, и он тем более будет честный и достойный идти воинским путем настоящего защитника и настоящего освободителя. А есть уже те, кто обратился к вам по этой программе, кто воспользовался ней? Пока мы обрабатываем информацию и собираем ее, но я уверен, что у нас будет огромное количество обращений от военнослужащих Российской Федерации, потому что буквально одну-две недели назад мы запустили очень интересный проект «Сдай своего командира», поскольку мы знаем, как офицерский состав российской армии издевательски относится к своим подчиненным, пытает их, расстреливает, гонит местные штурмы. Поступило огромное количество заявок на ликвидацию этих вопросов. Поэтому мы... проект, он тоже оправдает себя. Пока армия Российской Федерации атакует Харьков ракетами, пока пытается продвигаться на Харьковщине, уничтожая своих солдат в местных штурмах, расстреливая украинских мирных жителей, российская пропаганда рассказывает о том, как вооруженные силы Украины якобы утюжат Белгород в отместку за Харьковскую область, забывая при этом добавить, что только за 16 мая вооруженные силы РФ уронили на Белгородщину 8 авиабомб. Какие настроения у самих белгородцев? Что вам известно? Я могу сказать, что белгородцы многие радостно встречали нас во время нашей операции. И в ходе ее, и после мы получаем огромное количество сообщений от желающих присоединиться к нам. Приграничные области России гораздо быстрее ощутили на себе последствия так называемой специальной военной операции. Прекрасно видеть территории областей по Украине. Недавно в сеть выложили кадры, когда град развернулся, занял огневую позицию прямо на шоссе посреди автомобилей мирного населения и отстрелялся по территории украинца. Все прекрасно все знают. И все прекрасно знают, что может прилететь в ответ. И все прекрасно знают, как работает доблестная российская ПВО. Особенно ЗРПК «Панцирь». Уже знаменитый. В окнах белгородцев там находят регулярно стартовые ступени от этого боеприпаса. Ракеты С-300 как точно летят. Как надежно закреплены на пилонах российские авиабомбы. Как очень точно летят цели российские крылатые ракеты, то на Воронеж упадет, то на Кубань, еще куда-то. А уж белгородцы всего этого навидались, особенно с начала нынешнего года, в полной мере. Десятки авиационных боеприпасов падали российских на территории Белгородщины. Иногда сразу, как там Сталина, лес рубят, щепки летят. И летят эти щепки на голову несчастных белгородцев. И многие из них понимают, что причина войны не в том, что какой-то страшный Запад хочет Россиюшку покорить. А причина войны в том, что, как правильно сказали ребята из Сибата, в Кремле сидит старый маразматик, который просто решил утешить какие-то свои комплексы, геополитические амбиции и для этого развязал кровавую войну. Потому что профита от этой войны нет даже у российского олигархата, а тем более нет у населения. Если опять-таки не брать некоторых жителей депрессивных регионов или зэков, убийц, маньяков, помилованных, у этой войны в России и других выгодоприобретателей нет. Вот вы упомянули рейд российских добровольцев. Последний был весной. И тогда вы заявляли о том, что глобальная цель дойти до Москвы и свергнуть режим Путина. Эта цель остается? Извините, помехи идут. Да. Вы слышали вопрос? Я слышал несколько слов, но я догадался, о чем мы говорим всегда. Да, наша конечная цель Москва. И если по отчаянию какие-то отчаяние путинисты, как у Ильфа и Петрова, будут отходить в горы с Парубелумом, мы их догоним. И на Урале, и в Хабаровске. Если надо, утопим в Тихом океане. Мы доведем свое дело до конца. Мы делаем правое дело. Мы ведем священную войну за свободу и независимость Украины и за освобождение нашей Родины. И мы обязательно добьемся успеха. Это только вопрос времени. Как бы иногда не казался трудным первый шаг, наша малочисленность, которая нас попрекает в Кремле. Но вы видите, что с каждым разом наши операции становятся больше по фронту, более растянутые по времени и наносят путинскому агрессору все больше и больше урона. Тектонические сознания не враги и предатели, как нас обвиняет кремлевская пропаганда, что настоящие враги и предатели сидят в Кремле и уже 25 лет вымаривают и уничтожают народы России. А мы настоящие защитники народов России и освободители. И очень много людей самых разных возрастов, социальных категорий начинают поддерживать нас. И этот процесс будет только расти. Сейчас очень важный момент хочу подчеркнуть. И мирная российская позиция за рубежом все чаще вступает в диалог с нами и понимает, что без вооруженной борьбы трававого диктатора от власти устранить невозможно. Спасибо вам, что присоединились. Заместитель командира Легиона Свободы России по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным «Цезарь» говорили о боях на Харьковском направлении и о освобождении Российской Федерации от диктаторского путинского режима. Спасибо вам большое, Цезарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин